Привет! С вами Тереша Хёршберген и вы смотрите Сделай сам за 5 минут. Есть ли у вас девайс, которому давно пора бы отправиться в страну вечной охоты, а выбрасывать его жалко? И не нужно! В этой серии мы дадим 5 советов о том, что можно сделать со старым планшетом на базе Android. Так доставайте же его скорее! Будем выдыхать в него новую жизнь. Планшеты, они же как машины. Если вы пошли в салон, чтобы приобрести новенький автомобиль, старый вполне можно передать по наследству. Так что, если в вашем окружении есть маленький ребенок, которому не помешал бы планшет, чтобы читать книжки, смотреть мультики или играть в игры, мы говорим об образовательных играх, конечно. Старый Android вполне сгодится. На операционных системах старше Android 4.3 можно установить родительский контроль, чтобы мелкий имел доступ только к тем программам, которые вы одобрите. Тогда вам не придется беспокоиться о том, что он потратит все карманные деньги на игрушки, в которые играть не следовало бы. Это очень серьезно. На всех этих микротранзакциях и разориться недолго. А как вам такая идея? Превратить старый планшет в видеоняню или камеру слежения? Многие устройства оснащены отличными встроенными видеокамерами, работой которых можно управлять практически откуда угодно. Устанавливайте программу типа IP Webcam и настраивайте ее на онлайн-стриминг при помощи бесплатного сервиса iVideon. Это позволяет просматривать съемку удаленно. Или пусть планшет пишет видео сам, работая как детектор движения. Любопытно же, чем ваши песики занимаются, когда вас нет дома. Только не ругайтесь. Сейчас буду ностальгировать. Было время, когда книжка уносила нас в невероятный мир приключений. Воображение само рисовало восхитительные картины. Всему этому приходит конец. Теперь «Игру престолов» мы читаем на планшете. Как тут забыться в Эстеросе со всеми этими джимейлами, смс-ками и фейсбучными сообщениями, сыплющимися на нашу голову от проклятой черни? Не пора ли превратить планшет в электронную книжку? А коммуникабельностью пусть телефон занимается. Ладно, а может он послужит цифровой фоторамкой? На нашем канале мы давали массу советов фотографам. И куда обычно попадаются эти снимки? При помощи бесплатных приложений подобия Dayframe вы можете подгружать фотографии с ваших любимых сайтов и из соцсетей. А можно стримить снимки, находящиеся в общественном доступе, которые посвящены интересующим вас темам. Еда, музыка, кино. Нет смысла цепляться за вещащую годами на стенке фотографии средней школы. Почему бы не обновить ее? Кстати, о съемке. Где вы, мои кинематографисты? Знаете ли вы, что планшет можно использовать в качестве монитора? Всяко побольше будет, чем видеоискатель. Мы используем бесплатную программу Helicon Remote, но существует множество коммерческих приложений, которые позволяют добавить массу всевозможных опций. А если вы делаете групповые снимки или снимаете себя самого, штука попросту незаменимая. Еще более незаменимая, если вы блогер. А какие нестандартные способы применения планшетов можете предложить вы? Добро пожаловать в комменты! Ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите, сделай сам за 5 минут. С вами была Триша Хершбергер и... Прошу прощения, тут на моем Nexus 7 блик какой-то. Сейчас, сейчас мы его... Вот так-то лучше.